Вот как я представляю себе картинку миру нашего. Вот мы ходим по нашей несчастной и грешной земле. Почему несчастной? Потому что мы жестоко сейчас обращаемся с земным шаром, мы настолько его эксплуатируем, нашей технологией, что его не на особо долго хватит. Пройдет еще каких-нибудь 20 лет и экологический кризис станет перед нами в такой гигантский рост, что нам придется срочно менять весь образ нашего мышления и весь образ жизни на этой земле. И вот этот глиняный шарик, Земля, обращается вокруг Солнца, вокруг одной из самых заурядных желтых звезд, в самой заурядной области нашей галактики. В одном, на окраине одного из рукавов. Галактика наша представляет собой спиральную систему с двумя рукавами. Так вот, в одном из этих рукавов, значит, находится эта желтенькая наша невзрачненькая звезда под названием Солнце, которая дает жизнь всему на Земле. И которому так истово и так красиво молились древние египтяне, у них есть молитва великому Солнцу, Ра, Гармахису. И вот, на окраине этого звездного рукава нашей галактики мы и находимся. Что дальше? КОНЕЦ КОНЕЦ В 1985 году я окончила физико-механический техникум и была направлена в Ленинградское оптико-механическое объединение по распределению. Ну, у меня специальность оптико-электронные приборы, но фактически на заводе у нас нет по специальности, только вот в институтах научно-исследовательских. Правда, есть по нашей специальности, где вот астрономические приборы, там даже специально у нас телевышка специально даже выстроена. Но когда я стала проситься туда, мне сказали, что штатов хватает, а рабочим и вас брать не можем, так как молодой специалист. Направили меня тогда в отдел планово-инструментальной 38-й. Пришла я, встретили меня очень хорошо. Наш инженер даже мне баночку джема поставил. Тоже февраль. Их 69 еще февраль, да. Их 79 еще февраля, да. Их 79 еще февраля, да. Уже лет. У меня это был левых двух-трешений. Эстик, былfa 11 новая часть winner. Субтитры делал DimaTorzok Можно, конечно, вы сейчас придете? Проработала в 38-м отделе почти полгода, потом я ушла оттуда, потому что не выдержала. Фактически мы там ничего не делали. Ну как, бумажки только перекладывали, больше ничего. Ну вот, я сказала, что, мол, не хочу у вас работать. Пошла я в отдел кадров, со мной стала разговаривать с заместителем начальника отдела кадров и наградов. Мол, а почему вы хотите уйти из 38-го отдела? Ведь вроде и отделы, и женщины, и образованные, и работка чистенькая. Я так и сказала, говорю, интересно, за что нам платят деньги, когда бывает работа дней 10, а иногда почти делать нечего. Ну и он так удивился, как-то так. Вы решили поменять отдел и уйти куда-то. Вы, говорит, в своем уме? Я думаю, что это в шутку он сказал. Я говорю, конечно, пока, я говорю, еще в своем уме. Он вызвал тогда Едину Александровну, это у нас профорка отдела нашего, и попросил пойти в медсанчасть ЛАМО. Это первый раз меня туда привели. Встретила меня Александрова, это психоневропатолог. Со мной разговаривала минут 30 и сказала, что будто бы я здорова, что не надо так предвзято относиться к начальнику, надо быть немножко другой, мол, покладистой. Ладно, на этом я ушла оттуда. В конце ноября я пошла работать в цех. Среди стада обычных жирафов вдруг появляется белый жираф. Что же это такое? Или вдруг появляется белый тигр. То есть необычный окрас. Это так называемые мутации, они довольно часты в природе. В процессе длительной эволюции животные приспособились и выживали те, которые имели определенный тон, окраски в окружающей среде. Но учитывая, что эти животные, в общем, определенные нетипичные окраски не приспособились, они, эти мелкие животные, становятся в первую очередь жертвами хищника. Вот, к примеру, представьте себе, что белая ворона среди, как я сказал, черных или серых ворон. Они обычно, если наша ленинградская ворона, она серая, есть еще тоже вид, то же самое, но черная ворона. И вот среди этой черной стаи ворон вдруг появляется белая ворона. В общем-то, ворона на нее особого внимания не обращает, она вместе с ними летает, но стоит появиться хищнику, а самый опасный хищник ворона это ястреб-теревятник, он в первую очередь увидит белую ворону, и она станет первой жертвой этого ястреба, как правило. Почему мы пришли через полгода, когда здесь обработали каждого человека? Надо было раньше приходить, тогда здесь другое говорили. Собирали собрание, и все уже решили давно. А теперь ее все оговаривают, все. Вначале даже где-то хорошо говорили, теперь говорят в офонии. Вы же комсомольцы, вы должны друг другу помогать. А сейчас нигде не дождешься помощи, ни в комсомоле, ни в школе, нигде. Потом, оказывается, она ему что сказала? Таких руководителей, как вы, светлое будущее, кому не возьмут. И вот всю дорогу она это говорила. Вот вам тоже смешно, нам тоже смешно было. И такое всю дорогу, между прочим. Она говорит, очень толково, и знаете, и чересчур правильно. Почему всем кажется, что там, я от мира сего, потому что чересчур правильно. Вот так. Ой, Марина, Марина. Я писала, когда мне пернахотра-то сказала, что она все хоть в циках жаловат. Отставь пока это все. Какое твое, что они там делают? Пусть они там хоть что угодно. Не лезь ты, не ссорься. Сегодня драка была где-то, она влезла в драку. Заступаться пошла. Зачем тебе надо это? Я бы мимо прошла, вы ничего не сказала. По дороге к тебе. Зачем это надо? Я не знаю, я проработалась с 1935 года, и ни с кем не ругалась никогда. Я лучше уступлю, чем сделать там, куда-то встревать. Не нужно мне совсем это. Вот именно что. Уступлю. Ну что ты сделала? Да не надо. Ну ты вступаешь. Ну что ты делаешь? Слушай, ты за меня не смогла, если ты за меня заступиться не смогла, заступиться. Ну как ты можешь заступиться за кого-то другого? Я не забираю тебя за кого-то вступаться. Не за родного. У меня уже в форме порога на тот свет идти. Я уже устала. Очень хрупкая человеческая жизнь. В очень уденьких границах. И я примерно представляю себе, что и пришельцы должны быть тоже не какими-то там сверхмощными и страшными существами, которые приспособляются чуть ли не к космическим условиям, чуть ли не к абсолютному нулю. Да не может существовать такая жизнь. Пришельцы тоже будут хрупкими существами. Ну может быть немножечко более сильными, чем человек. Немножечко послабее, может, чем человек. Ну я решила доказать, что выполню я все-таки эту норму. И я осталась, то есть работала я первую смену, стала работать вторую смену. То есть, понимаете, надо было 8 плат, а я сделала только 4. И потом еще 4 сделала во вторую смену. Даже там побольше у меня было 5. В общем, 9 плат всего. Ну, а так как я живу очень далеко, я живу в Купчино, а закончилась смена вторая в 12 часов, ну даже 15 минут первого, вот, то я побоялась. А если я поеду домой, то есть я боюсь не то, что там страшно, я побоялась, что вдруг я просплю на работу. А ведь мне уже нельзя ни опоздать, ни задержаться, ничего. То есть надо быть, как говорится, всегда на чеку. И коль я начала бороться за справедливость, надо быть самой справедливой. Вот. И я на ночь осталась в цехе. Она, по-моему, вот воспитана вот именно на телевизоре, вот на лозунгах, которые вот на передачах параде, вот эти вот коммунистические вот. И она не в нашу эпоху должна жить, а в 17-м году. Вот если бы она тогда и родилась, она бы попала в свою клинику. Что ты считаешь мне ненормального? Она же с виду, она ненормальная, понимаете? Мне тоже не нравится ее вид, по-моему, нормальный вид. Понимаете, она вышла и говорила совершенно правильные вещи. Да, у нас вентиляция плохо работает, мы погибаем здесь от сквозняков, у нас там или душно бывает. Это действительно все там. Она может только говорить. Вот такой вот человек. Поэтому мы считаем, что отвлекать такую массу народа и вас, и нас, в общем-то, из-за ерунды. Вышла я за проходную, мне дали специальный пропуск. Я вышла за проходную, там ждала уже машина, черная «Волга». Сели мы туда, я лицо этого шофера не очень запомнила, но сейчас даже взглядываюсь, не вижу этого человека. Наверное, этот человек не с нашего объединения. Довез меня до психоневрологической панцеры, подъездной 21. Вышли мы с Козловым, дошли мы до кабинета Лихтерева, там народу было много. Через некоторое время подошли двое мужчин, высоких таких, здоровых, в белых халатах. Теперь-то я знаю, это действительно были санитары. Довезли меня, значит, до психиатрической больницы номер 2. Я говорю, ну что же это такое? Я говорю, у нас Советский Союз или что это, в конце концов? Я говорю, как это так? Я говорю, за что? Мне за что, вы, говорит, больна. Я говорю, ну как же я больна? А вот видите, у вас и давление поднялось. Я заплакала. А медсестра меня уговаривает. Ничего, говорит, псих выходит. Я говорю, какой же это псих? Говорю, помогите мне, пожалуйста. В общем, повели меня, значит, в калату. Здесь я сказала, что все равно, мол, правду найду. Я же не знала, что это уже все, конец. Думала, все-таки врач меня поймет, что, мол, это ошибка нечаянно получилась. Вот. Ну и что? Здесь получилось так, что действительно медсестры там бьют больных. На моих глазах били женщину. И тогда Конокотова, Конокотова это уже стало моим лечащим врачом. Там после того, как Лару Тодиковну в отпуск отправили. Вот. Она сказала, что это у меня бред сумасшедший. Я говорю, это не бред сумасшедший, а правда. Уважаемые товарищи, я в клуб Перестройка, на это заседание клуба Перестройки, пришла второй раз. Первый раз обсуждалось насчет экономики. Честно скажу вам, товарищи там в основном переливали из пустого в порожнее. А сейчас действительно чувствуется, и люди слушают, и действительно что-то людей затронуло, эта тема насчет профсоюзов. Здесь вот товарищ выступал. Говорил, что интересно, почему это так? Вот он директор, должен одно лицо иметь, а профсоюзный деятель должен иметь другое лицо. Я думаю, товарищи, человек должен иметь одно лицо. И вы знаете, что товарищи, это не важно, директор он или просто рабочий. Важно, если он директор, если он умнее другого, он не имеет права унижать человека. Он должен, значит, свой ум, свой опыт передавать другому. То есть, понимаете, не во вред государства, а именно на пользу. Еще, товарищи, хочу сказать. Вот здесь мне очень понравилось выступление. Выступал Виктор Максимович Стягушев. Он сказал, что нужно побольше инициативы. Да, товарищи, действительно. Потому что вот мы сами виноваты, что такие подснежники расцвели к нашему, действительно, горю. Их много и на нашем объединении оптико-механическом объединении Ленинградском. И не только в нашем 86-м цехе. Их, быть может, много и на других заводах. И я думаю, вот в начале товарищ выступал, говорил, что вот надо же, таких людей надо на пенсию отправлять. Да, товарищи, не только надо. Нужно сейчас отправлять на пенсию. Потому что, товарищи, если мы сейчас их не будем отправлять на пенсию, вот таких профсоюзных деятелей, еще неизвестно, сколько они зла причинят другим людям, которые действительно хотят, по словам Ленина, защищать интересы трудящихся. Спасибо. Вот. Именно чтобы защищать интересы трудящихся. Еще, товарищи, хочу сказать. Очень интересно здесь рассказывал товарища про историю. Действительно, это очень интересно, что в других странах есть у нас забастовки. Но он не сказал, что, к сожалению, в нашем Советском Союзе не было за последнее время таких забастовок. А вы думаете, товарищи у нас лучше, чем в другой какой-нибудь стране? У нас это тоже такие же протекают процессы. Я не буду говорить, вы сами знаете, какие у нас и прячут, и просто так увольняют человека, и обливают грязью. Но вот если бы, товарищи, мы действительно бы такую устроили бы забастовку, то я думаю, товарищи никогда бы никого в нашем Ленинграде, во всяком случае, никого бы не упрятали и просто так грязью бы не облили. Ну, спасибо, товарищи. Я просто за то, чтобы действительно профсоюз помогал. Ну, я могу сказать. Значит, я приставка Марина. Не знаю, может, так и должно быть, что каждый должен друг друга защищать. Портком, там, начальник цеха, начальник цеха там, дворик. Только вот рабочих почему-то никто не хочет защищать. Вы знаете, самое интересное? Никто ведь не захотел, вот действительно, вот из верхушки, но ни один человек не разобрался в этой Марине приставки и не хочет ей помочь. Никто. Вот только бы ее очернить. Ты можешь найти одного человека, который хочет ей помочь? Я вот с удовольствием буду. Мне так ее жалко, хочется помочь, но я ничего, даже с ней не знакома. Понимаете? Где главный герой? Кто у нас главный герой здесь? Кто главный герой? После того, как животное становится взрослым, меняет свой наряд после первой линьки, у птиц это обязательно, бывает очень часто у птиц, она становится дикой формы, то есть окраски обычных воробьев. Точно так же может быть и у млекопитающих. После первой настоящей линьки цвет меняется. Или, ну, появляются в природе животные необычные окраски. А почему их нет? Почему так вот они появились и исчезли? Ты, милочка, ты не забываешь, где ты находишься? Я говорю, знаю. Психиатрическая больница номер 2. Мойка 126. Это сумасшедший дом. Понятно? Я говорю, понятно. Ну, где ты находишься? Такую еще, знаете, улыбку такую приклеенную, искусственную делает. Я говорю, в сумасшедшем доме. Это дурдом. То есть она, понимаете, вот этими своими словами она унижала мое человеческое достоинство. Вот. И еще однажды она меня вот вызвала. Я тебя выписываю скоро. Вот что ты будешь делать на свободе? Там нет слова выйти из больницы. Там есть слово свобода. Я говорю, вы знаете что, на свободе чем я буду заниматься? Ну, если бы я сказала, что буду правду искать, мне оттуда, товарищи, вообще не выйти никогда бы. Никогда бы я не вышла бы. Я бы сейчас и сейчас в дурдоме там сидела бы. Вот. А потом я поняла. Ну, сейчас будем немножко другим путем идти. Я говорю, вот я выйду на свободу. Надо обязательно учиться вязать, шить. А потом, знаете, замуж обязательно выйду. О, какую, вот видишь, какая ты молодец. Какие умные речи ты стала толкать. Я говорю, так доктор, это благодаря вам. Я говорю, вы столько мне добра сделали, доктор. Вот. Потом я там еще немножко стихи писала. Ой, говорит, Мариночка, вот занимайся. Вот ты такая хорошая девочка. Вот. Все у тебя будет в жизни хорошо. Только ты пойми, что надо знать. И вообще, вот, говорят, вот мы сделали такой осмотр, что с прямолинейным характером это тоже болезнь. Нет, у нас тоже с прямолинейным характером попадают. Я и действительно подумала, что это какая-то болезнь. Если прямолинейный характер, значит болезнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok где-то там бесплатно, да, бесплатно работала, где-то детей она любила. Вот лично меня вот это трогало. Мне ее жалко было где-то. Она какая-то неприспособленная к этой жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Милый друг, вижу я лишь тебя в последний раз. Не услышу никогда, не увижу твои глаза. Не смогла тебе сказать, что ты нравишься давно. Постеснялась, побоялась, но теперь уж все равно. А я гордость берегла и признаться не смогла. Полюбил же ты другую и, наверное, навсегда. Говорит подруга мне, улыбнись-ка снова. Не заметил, ну и что ж, ты найдешь другого. Не могу его забыть, отвечая робко. Не могу другим ходить, как-то мне неловко. Я хочу тебе сказать главное такое, а взглянув в глаза твои, говорю другое. И не знаю почему. Не сойти мне с места. Что мне делать, как мне быть? У тебя ж невеста. Я желаю счастья вам и, конечно, мира, чтобы радость и печаль пополам делили. Для меня в твоей душе не осталось места. Никогда ведь, никогда мы не будем вместе. Обманулась я порой, обманув другого. Не пришла ко мне весна с радостью и звоном. Только лишь одна метель голову скружила. Только лишь она одна все забыть решила. Не могу тебя забыть. Может быть, ты вспомнишь. Может, вспомнишь обо мне. Что-нибудь перепомнишь. Может, просто рассмеешься или улыбнешься. Мимо ты меня пройдешь и не оглянешься. И тогда наверняка пропоет одна душа. До свидания, милый друг. Расстаемся навсегда. И вот, когда я прочла это стихотворение, почему-то Лихтерев меня спросил, а вы не хотите повеситься? Я говорю, вы знаете, что я не хочу. Вы знаете, у вас такое стихотворение, оно какое-то очень грустное, такое впечатление, что вы хотите, ну, разочарованы в жизни, вот у вас такая вот безответная любовь. Вы не хотите ли случайно там покончить жизнь самоубийством? Я говорю, вы знаете, что я не хочу. Я говорю, я могу там умереть за что-то такое хорошее. Допустим, спасти там кого-то или там за свою родину там. Что-то не зря, понимаете. Я еще, как говорится, не желаю. Просто так умереть, конечно, не хочу. Значит, товарищ, вот здесь выступал оратор дискуссии о профсоюзах. Я тоже, если вас заинтересовался, что товарищ говорит правильно, но он автоматически переносит ту партию и отношения к той партии, и современной партии, и та партия, это люди, которые сидели в тюрьмах, которые, значит, заслужили того, чтобы управлять, понимаете. А нынешние члены по один месяц, если их садят в тюрьмы, понимаете. Но совсем по другим причинам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну как можно считать человека высоко умственно развитым, если существуют еще расовые дискриминации? Если человек не принимает другого человека другого цвета кожи, да и не только одного цвета кожи, но другой национальности человека не принимает человек. Можно назвать человека высокоумственно развитым? Да ни в коем случае. Мы на пещерном уровне развития Дагаза. У нас как бы одна сторона мозга только развилась, понимаете, не моральная, не этическая сторона мозга, а техническая сторона. Не более. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...